Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал открыть успешное дело. И не просто успешное, а проверенное временем. Свой Макдак, Додо или свою Зару, даже свой магазин Кортье. И вы можете не поверить, но это вполне реально. А как, сегодня и расскажем. Франшиза и как она работает в сегодняшнем видео. Это рубрика «Финансовая грамотность за 120 секунд». Подписывайтесь на канал и засекайте. Франшиза – это право работать над брендом и использовать технологии ведения бизнеса известной компании. То есть, если вы в какой-то момент решите открыть кофейню Starbucks, то у вас это сделать не получится. А если и получится, то ждите юристов и повестку в суд у своего порога за неправомерное использование названия компании. Ну или другой вариант. Можно открыть кофейню Starbucks, а на логотипе вместо двухпостой русалки-сирены поставьте дельфина. Не, ну а что, китайцы же выпускают Абибас и Кайк. Идея продавать право своей бизнес-механики пришла в голову еще в далеком 1851 году Исаку Зингеру, компания которого занималась продажей и обслуживанием швейных машин. То есть, франшиза – это аренда товарного знака, механизма работы и прочего. Все это должно регулироваться в договоре между франчайзером и франчайзи. Франчайзер – это человек, который продает право пользоваться правами его компании. А франчайзи – это человек, который покупает право на использование бренда и всех привилегий компании. Чтобы стать франчайзи популярной фирмы мало одного желания. Представляете? Можете просить своего бизнес-тренера вернуть вам деньги за курс. Чтобы купить франшизу, необходимо заплатить паушальный взнос. Что такое паушальный взнос? Это сумма, в которую фирма оценила свою франшизу и все привилегии. А вот продавать франшизу намного сложнее. Прям вот очень намного. Во-первых, нужно, чтобы ваш бизнес процветал, ибо никто не захочет покупать неприбыльный бизнес. Начать следует с регистрации всех своих прав на товарные знаки и разработать франшизный пакет. Это условный гайд для франчайзи, где написано все, от количества розеток до вида лампочек. А также подготовить консессионный договор. Это договор, который фиксирует плату за франшизу. У всех она своя, индивидуальная. И финальная помогать 24 на 7. Не только потому, что договор это велит, но и потому, что репутация одного влияет на всю компанию. Никто не будет разбираться, кто виноват – франчайзи или франчайзер. Так что будьте готовы. Ну и в заключении хочется сказать, что франшиза выигрышна для всех. Франчайзеру, потому что это дополнительная прибыль и возможность масштабироваться. Франчайзи – возможность открыть свой бизнес по уже растоптанной дороге. Пишите в комментариях, про что еще вы бы хотели узнать. И мы обязательно, коротко и ясно, это объясним.